Егейминг Бэтс С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. Егейминг Бэтс Ты точно знаешь, кто победит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и настала пора, друзья, ночных матчей американского дерби команда Optic Cloud9 в рамках КС-саммита. Всем огромный привет и приятного просмотра. Доброй ночи. Спасибо, что с нами. Остались довольно интригующие матчапы у нас под занавес первого игрового дня. Европейцы уже практически все отдыхают, за исключением команды NAP. Ну и вплоть, наверное, до 7 до 8 утра американцы будут показывать нам мастер-класс. Что же, очень интересно будет посмотреть за тем, что покажет в первую очередь, наверное, и... Ну, не в первую очередь, и команда Cloud9, и команда Optic в последнее время произвели замены. А это значит, что будет зачем посмотреть. И в целом форма, наверное, у ребят должна быть примерно одна. Что ж, первая карта The Cobblestone и пистолетный раунд в атаке для клоудов. Optic ничего не придумывают, закупают, как мы видим, 5 легких арморов, распределяют свои усилия более-менее равномерно. За исключением, наверное, рукава все-таки на флай в раннем тайминге проявляет агрессию. Ну, а вот у Cloud9 есть под что врываться. Это дым и флешка от Automatic. Что же, медленный пистолетный раунд может закончиться не очень хорошо для клоудов. Выходить будут под 4 ствола, и, в принципе, для команды Optic это читаемо. Но, посмотрите, бомба сквозь DragonLore уходит. В это самое время игроки, находящиеся в апдауне, начинают продвигаться на коннектор. И что же мы видим? Выход на пустой аплэнд или нет? Да, нас он просто разносит голову. В коннекторе, да, перестрелки полностью проиграны. Вот, наверное, не стоило оптикам ввязываться в эти ближние перестрелки против глоков. Все-таки то, что собирались делать Cloud9, с одной стороны, было понятно, но с другой какой-то кульбит просто проделали американцы. Вернулись обратно с бомбы через DragonLore с уже практически пустого аплэнта. Выиграли перестрелку на коннекторе, вошли на B, и, по сути-то, этот фейк был и не нужен. Да, очень здорово сейчас проявили себя Cloud9, Optic. Оказались слишком поздно на этой позиции коннектора. Ломанулись хелповать вайп. Ну, в общем, очень-очень неудачный раунд от Optic. И по другую сторону баррикад. Классная задумка в исполнении Cloud9. Они приехали сюда со стендином, тот самый Swag, который вот сейчас под никнеймом Brax, если вот кто-то не в курсе, решил поменять имидж. Видимо, не совсем ему нравится старый запятнанный ник Swag. Теперь он Brax. Да, заменять он будет Скадудла. У него проблемы со здоровьем. До сих пор он не восстановился. В общем, все желаем ему здоровья, скорейшего выздоровления. Ну, насколько я знаю, он идет на поправку. Ну, а что касается Brax, он же Swag, я думаю, все знают. Может быть, кто-то нет. Получил парень блокировку за сливные матчи в команде iBipower. Но на этом турнире играть ему все-таки разрешили. Да, старая история такая прям. Четырнадцатый год. Да, четырнадцатый год. И, кстати, единственный, вот что самое интересное, единственный из той команды, из того состава iBipower, кто остался незабаненным, как раз-таки Скадудл. Вот так вот. Вот так. Круг замкнулся. Именно на этом турнире, на саммите. Ну, и OptiGaming приехали с новым капитаном. Это Джейсон, бывший игрок команды Splice. Не самые высокие показатели в плане КД у этого парня. Ну, видимо, брали именно четко координатора себе в команду. Да, сегодня вышло интервью Тарика на ШЛТВ. О нем мы немножко позже поговорим, потому что пока команда Cloud9 прорывает оборону дроп-рума и на среднем тайминге сплитом заходит на точку B. Здесь скаут от Тарика. Он наносит немного дэмэджа, но промахивается в ключевой момент. По шрауду нужно было попадать тогда. Тот умер бы, но ничего уже не поделаешь. Попытка ухода на сейв, скорее всего. Ну, вот одна из интересных перестрелок. Ну, хотя перестрелки таковой не было. Нас просто зашел на мидл в надежде выбить оставшиеся девайсы и помер. 2-0. Что же, друзья, вас здесь достаточно много. Соответственно, в чате поднимите щиты за свою любимую команду. Пусть это будет щит за Cloud9, ну и капа за команду Optic. Все-таки разрыв троекратный по коэффициентам, как мы сегодня смотрели. Но Optic могут, в принципе, и показать. То есть результаты у них не самые худшие. В какой-то момент они смогли обыграть даже команду Sky Gaming на кэше в одном из последних матчей ECS третьего сезона. Так и есть. Ну, опять-таки, все-таки это североамериканское дерби. И если брать именно матчап Cloud9 Optic, то в этом году Optic еще ни разу не переворачивали Cloud9. Вот такая интересная статистика. Четыре карты. В этом году играли, четыре раза Cloud9 оказались сильнее. Ну, Optic вновь как-то потеряли Капитана, вновь на этом этапе становления находятся. Чего, наверное, нельзя сказать у Cloud9 даже с учетом замены. Ну, вообще, Optic Капитана потеряли достаточно давно. Переход Станислава произошел незадолго после окончания ECS, где Optic... Ну, в феврале, в феврале. Ну, да, да, где Optic второе место заняли. Ну и да, были некоторые проблемы, пробовали разных игроков. Все-таки многое в игре команда Optic пока вот такой неполноэкономически зависело от Капитана. Стиль у них был такой достаточно напористый. И многое реально зависело от координирования в какие-то сочные моменты. Поэтому сейчас Тарик вот в своем интервью сказал, что да, могли они, конечно, применить опыт и найти какого-то, знаешь, суперпросто жесткого стрелка игрока, который бегал бы разносил, не решили, что Капитан для них будет полезнее в плане КПД. Ну, возможно, так оно и есть. Опять-таки, Optic уже играли с Хико, пытались с Фриказоидом найти какой-то контакт. Ну, вот, развернулись вообще на 180 градусов и пикнули Джейсона, который, в принципе, как-то не выделялся на североамериканской сцене до этого момента, возможно. Ну, опять же, часто мы говорим, что Капитан — это очень важное звено любой, наверное, команды Counter-Strike профессиональной. Поэтому, да, Джейсон, с одной стороны, там по рейтингу не выделяется, так-то тоже, но как Капитан он, очевидно, опытный все же. Вот, опять же, по словам Тарика, все игроки команды Optic пробовали себя в роли Капитана, когда вот такая была патовая ситуация, нужно было найти, ни у кого не получилось. Все это делали просто ради команды. Посмотрим, что получится, в любом случае вряд ли будет там намного хуже, чем было в последние месяцы, то есть какой-то средний результат. Пока на полном экономическом. Клоуднань теряют одного игрока, выбивают два засейвленных фармганчика, армора 3-0 и, наконец-то, бай. Девайсный раунд. У Optic есть, наверное, небольшое преимущество в том плане, что стиль игры позволяет менять позиции от раунда к раунду, но посмотрим, воспользуется ли в этом противостоянии Optic. Ну вот он, первый реальный шанс, да, без АВП, все-таки ждем, наверное, какого-то супер-врыва, в первую очередь от испанского легионера команды Optic, но не позволяют финансы купить АВИК, поэтому 5 кольтов и более-менее дефолтная расстановка 2 плюс 3. Да, любопытная расстановка также у Optic с коннектора, Миксвелл посматривает на боковуху, пока непосредственно в мидле работает мистер Джейсон Эр. Что ж, довольно опасная и ответственная работа смотреть яму. Что мы видим? Сплит-выход, причем очень акцентированный в исполнении Cloud9. У них целых 3 UMP-шки остались после второго, наверное, даже раунда, поэтому нужно максимально укорачивать дистанцию контакта, чем они сейчас и занимаются. Итак, уже минута, немножко больше у Cloud9. Кстати, вот предыдущие раунды они тоже играли примерно на таких же таймингах, они никуда не спешили, примерно до минуты. Сейчас же открытие под флешку, странно, что Джейсон не был к этому готов, его, конечно же, заваливают. Миксвелл под перекресткой, но справляется с выходящим из боковухи игроком. Вот второй килл был в его исполнении уже далеко не лишним. Очень здорово. Огрызнулся, наверное, можно сказать так. Миксвелл все равно точку А потеряли. Игроки команды Optic далеко не самые перспективные позиции для выбивания. Ну и отсутствие дифьюз китов тоже заставляет задуматься сейчас где-то даже над сейвом. Ну, скорее всего, так и будет. Нет, ну, никакого плацдарма, платформа, да, для того, чтобы оформить выбивание. Хотя идут все-таки Optic до конца, на стрельбу их за это жестоко наказывает Насанг, который не особый по ХП потерял. Затем флешка для того, чтобы окончательно занять позицию под девяткой. Ну и сейв, в принципе, двух девайсов тоже не так плохо. Вот мы часто говорим, да, что, конечно, от трех девайсов более содержательно сейвить. В том плане, что затем легче закупиться. Вот от двух, скорее, сейчас у Optic может быть даже некий экономический. Но попытка не пытка. 4-0. Так и есть. Cloud9, к слову, на своей карте начинают очень и очень бодренько. Наверное, не лишним будет упомянуть, что смотрим мы Cobblestone Mirage 100%. В Cloud9 выбрали средневековый замок. Ну и у Optic взяли Mirage в качестве своей карты. Третьим решающим будет D-Train, если до него дойдет дело. И ведь нельзя сказать, что для Cloud9 Mirage это какая-то плохая, неподходящая карта. Играть, я думаю, американцы ее тоже готовы. И тем сложнее придется команде Optic, по всей видимости. Ну что же, не получилось закупиться. Наверное, сам американоканадский коллектив тоже не особенно, наверное, на это рассчитывал. Просто игра в два девайса, ну и те же практически тайминги от Cloud9. Заметьте, дорогие зрители, мы не видим каких-то соло-агрессивных пиков от игроков команды Cloud9. Не видим каких-то выходов на ранних таймингах или пушей, аркад. Вроде того, постоянно какая-то размеренная игра, затем концентрация на одной точке. И достаточно эффективные раунды. Да, это работает, особенно против команды Optic. Для зрителей, которые пристально следят за американской сценой, все понятно. Часто играют Optic Cobblestone. Но вот процент побед у них далеко не самый высокий. По костюме разносит яму, я оглашу этот процент. 33. Всего лишь 33% игр на Cobblestone Optic выигрывают. А это самая играбельная карта, 12 раз за 3 месяца сыграно у них. То есть часто играют, но очень редко выигрывают. Такой вот парадокс. Ну, что тут скажешь. Cobblestone, карту которую-то очень многие команды играют. Да, подготовить ее, конечно, не очень просто. Если Optic ее вот прям пикают своей, наверное, она должна быть у них на высоте. Но не всегда удается показывать что-то интересное. Например, как сейчас делают Optic. Три АВП на шестом раунде. Вот это поворот, дамы и господа. Уже ясно, что у нас команда непривычного какого-то толку. И раз уж приехали на саммит, раз уж комментаторы там в носках на диване сидят, без трех авиков уже никак не обойтись. Вот и поехали, друзья. Солнечная Калифорния и солнечные затворы снайперских винтовок. Жесткий закуп. Похоронили свою экономику на корню сейчас Optic. И жизненно важно реализовать эти АВП, раз уж их купили. Cloud9, кстати, до сих пор только с штурмовыми винтовками. Посмотрите, пришел новый капитан и сразу сказал, зачем нам играть как все. Это не работает. Нам нужно что-то вроде трех АВП. И, ну, не сказать, что это очень плохо. Потому что пока вы стоите на своих позициях, да, и пока вас не могут там законтрить какими-то супер жесткими гранатами или, например, хэдшотами. Все хорошо. Но здесь Миксел скорее ошибся индивидуально. Джейсон его все-таки разменял. Более того, под раздачу попало в тематик. 4 в 2. И раунд вполне эффективный и работоспособный. Показали нам Optic, если только... Ну, нет, уже никак. Раш просто вырвался. Насанг в размене. И 1 в 3. 1 в 5. Вполне нормальный рабочий счет. Начало. Вот оно и положено. Правда, третий АВП потеряли. И уже добежать до него не получилось. Два АВП тоже неплохо. Все-таки застали врасплох команду Cloud9. Это точно. Несмотря на то, что Миксвала удалось подловить в полупозиции, пройти капитана команды Optic Cloud9 оказались не в состоянии. Правда, я вот смотрю на деньги. По 12-10 тысяч у Cloud9. В принципе, все еще очень даже неплохо. Ну, ни одного АВКа у них нет. Поэтому контрить, как бы вот стратегию, которую для себя Optic, это даже не тактика. Это стратегия, наверное, на всю первую половину. Но контрить его пока нечем. Что ж, целенаправленная игра под боковую точку А. Один из подобных раундов. Уже разыгрывали. Ошибка от Стью и открылся он под прицел Миксвала. Испанец хоронит второго игрока. Джейсон уже не вовремя открылся. Пытался, наверное, третий килл сделать, спасти Миксвала. Миксвелл просто ушел под отдаун. Бромах по шрауду. У Нафлая серьезные проблемы. Постоянно кто-то один умирает на базе А. Из-за этого дефенс начинает раскачиваться. Вот между двумя плентами. Ну и мы видим, к чему это приводит. И на А проблемы, и на Б вроде фраг, и бомба уже стоит. А где деф? А дефа нет, он по всей карте. Но, тем не менее, выбивание 3 в 2. Посмотрите, это не то, чтобы очень безнадежно. Тем более, что есть люркер в спине. Это Миксвелл. Таким образом, ситуация еще облегчается для команды Оптик. Самое главное здесь Нафлайу не открыться под Насанга сразу. Все-таки сам Нафлай красный. И одного попадания хватит, чтобы его забрать. Итак, времени не так много. 16-15 секунд. Спрей от Насанга. Его пытаются в ответ прострелить, но слишком поздно. Все-таки спасти жизнь красному Нафлайу не получила. Здесь 9-8. Есть киты у Миксвела. Но, разумеется, Автиматик просто будет тянуть время. 5-4. Дефьюз. Просто молитвы какие-то. Спрей 1-0. Не хватило. Не хватило времени. Тем не менее, идеальная попытка от Миксвела, которая сработала бы прямо сейчас. Будь у него буквально на секунду больше. Nice try. Very nice try. Но не в этот раз небеса отвернулись. Что ж. 6-1. И, как отмечал замечательный Федор, денег не так-то и много у Оптик за счет того, что Трявика они купили. Ну, раз уж начали закупаться в ноль, судя по всему, вся половина пройдет вот в такой тенденции. Маг 7-й. Диглы, арморы. Оптик снова идут ва-банк. Уже не настолько крупные. Но сколько было, настолько и купили. Ну, это ва-банк на первую половину. Если уж говорить, то стоит он, может, некоторых вещей. Все-таки счет 8-1. На своей же собственной карте. Это не то, что дает тебе уверенности в себе. И прямо таки, ох, ну во второй половине мы разойдемся. Это... Ой, ну тут что-то совсем не были готовы к Стюе. Кстати, довольно недавно играли Cobblestone эти команды. 3 апреля в рамках, кстати, iBayPower Inventational. 16-8 оказались сильнее Cloud9. И вроде бы не особо что-то изменилось за эти две недели. Как-то на сегодня iBayPower везде. И в составах, и в истории. И вот последний матч официальный. В сердце. И в сердце самое главное. Все же, если эти парни получат, наконец, разбан. Если Свэк... Ну, вот пока Раш все равно один. И если он сделает это чудо, нет, не сделает. Можно посмотреть глобально. Представьте на секунду, что Свэк реально начнет раздавать на турнирах, на которых жестко не ограничено правилами участия игроков, которых заблокировали на официальных чемпионатах от Valve. Представьте, что он начнет раздавать не хуже Калдзэра. И все поверят, что он вот так вот вернулся, и дадут ему разбан. И, возможно, это сподвигнет Valve несколько изменить. Правила все же. Пожизненная блокировка за что бы то ни было. Использование каких-то там читов в 2014. Ведь, понятно, игроки не используют их постоянно. Сливные матчи, да, это плохо. Но, как бы, пожизненный бан это тоже плохо. Соответственно, такие вот мелкие, скажем, радости для болельщика. Вроде появление Бракса, но он же Свэк. Кстати, пока мы не видим его на первых ролях 3-4. Берем его статистика. Вот тот же Стюи уже 13 фрагов набил за первые 8 раундов. Показатель очень неплохой. Ну, тут, в принципе, все понятно. Стюи тащит, Оптик все плохо. 7-1 на табло. Да. И я оговорился, конечно же, Коблстоун это пик Клоуд Найн что-то. Да. Следующая Мираж. Там уже... А, ну тогда все нормально. Разменяются картами. Посмотрим Трейн. Главное, чтобы морально не пропала команда Оптик. По крайней мере, на старте они показывают очень любопытную игру. Эти три АВП, Форс Баи. Главное, не сдуться. О, наконец-то. Первый аркадный раунд от Клоуд Найн. Скорее всего, просто Друп Рум плюс Лонг. Ничего лишнего Друп Рум уже занимают. Все-таки, да, считается экономика здесь очень легко. И, конечно же, под это дело нужно, нужно использовать. Особенно в авангарде первых двух игроков с фармганами на руках. Правда, каким-то образом Бракс отвернулся от Друп Рума. Смотрит никуда. Тарик врывается. И тут же, как хищник, начинает настреливать его с Юспа. Все получилось. В целом у команды Клоуд Найн, помимо потери Свега, наверное, никого они уже не лишатся. Ну, так и есть. Три безответных минуса. Джейсон и Раш в связке. Есть Юспы. Попытка выбить какой-нибудь шальной калаш ни к чему не приводит. С Тюи сегодня просто не подражаем. Кстати, как и в прошлом матче, есть явный фраг-лидер. Это Адрен у Гамбит. Это Лекро на карте Декэш у Го Цент. И вот теперь С Тюи ведет за собой Клоудов. Да, ну за игрой этого парня всегда приятно посмотреть. И скорее вот он всегда стабилен, да, чем нет. Например, тот же Насон, будучи великолепным игроком, иногда может подзакидывать. И, ну, как мы понимаем, для капитанов это нормально. С Тюи же такое себе позволяет крайне редко. Игрок он, ну, высокого очень мирового класса. То есть, если его сравнить прямо вот, знаешь, Симпл в СНГ, С Тюи в Америке, наверное, это будет недалеко от истины. Колдзера в Бразилии. Колдзера в Бразилии, да, вот в Южной Америке, пожалуйста. С Тюи, кстати, является лидером команды и по общей статистике за три месяца. 1.13 у него показатель, кстати, самый высокий вообще в этом матчапе. Такие дела. Жесткий? Очень жесткий. Ну и, наверное, если уж вот европейский регион брать, там девайс. Вот вам, пожалуйста, четыре лучших игрока в четырех лучших регионах. И за одним из них мы наблюдаем. Итак, 8.1. Ничего лишнего оптик себе не позволяют. Вот нет у них денег на очередные три авика или два авика плюс две плетки. Что там еще придумал сумрачный гений Джейсон Эра. Но 8.1. И Клоуд Найн вновь готовят раунд под А. Кстати, здесь позиции у оптик несколько неизменились. Несколько сменились, точнее. Они оба встали на боковом. Самое главное, кому-то одному сейчас не умереть. И, в принципе, вот этот рукав, укрепленный двумя игроками, позволяет надеяться на раунд для команды оптик. Дан Джейсон. Два безответных. Третьего может похоронить. Ох, не стал стрелять или пули у него закончились. Как бы там ни было, ушел на релот. Может быть, решил, что ситуация два в два. Это не то, при чем нужно рисковать. Но Стьюи пошел в контрагрессию. Джейсон вроде как к этому готов. Но стрельба, стрельба Стьюи на высоте. Моментальный хэт-шот на флай. Ну вот, как бы, девайс у него для такой ситуации неплохой. Нужно бомбкерри пропрыгивать. Второму тоже нужно что-то делать с коннектором. А вот какого-то смачка нет для того, чтобы на флай, точнее, себя от на флай обезопасить. Вопрос, попадет ли вообще на флай в этой ситуации. Такую трагическую паузу выдерживает связка игроков. Оу, какой пропрыг тут. Просто на шифте шел Стьюи с бомбой. Отличный план. Лучше и не придумать. Все, свек один в один. Вот момент истины, друзья. Человек, который с 2014 года не играл на профессиональной сцене. Только что установил бомбу. И остался один в один против игрока в снайперском девайсе. Кстати, на флай, не знаю, была такая возможность или нет. Но девайс свой решил не менять. Четыре наклейки. iBuyPower на калаше у Бракса. И вера в лучшее. Безумно дорогие наклейки. И, будем надеяться, хедшот или что-то подобное будет не менее дорогим. Нет, как-то не среагировал. Но вот изначально немного провально. Мне кажется, было решение просто вот так вставать за постройку. Таким образом, открываясь подобие позиции. То есть, снайпер просто вышел в прицеле, отстрелил 8-2. Достаточно просто. Кстати, на флай один в два. Оставшись, смог сделать это. Не без помощи команды Cloud9. Конечно, все же и бомбу весьма странно проносили. И свайк мне лучшим образом разыграл. Ну и шутки про 3-2-2. Просто как же, как же я этого ждал. Ну, в любом случае, 8-2. Даже если этот раунд отдали Cloud9. У них уже есть победа в первой половине на своем пике. Ну и, кстати, Шрауд покупает довольно нестандартный девайс. У нас вот в рамках американского дерби получается довольно интересный билд-ордер у коллективов. До Соединенных Штатов тренды доходятся по зданиям. Все-таки там Пиф и БиКей с ними побегали, забили. Теперь очередь Шрауда. Завреев на миллион от Тарика с ЕМП не работает. И посмотрите, Шрауд с СГ 553. Только что даблкил остался жив, что самое главное. Это девайсный раунд. Они просто пришли и убили. Ну, да не их пик просто. Давайте сразу Миран. На Кобле атака сильная сторона, вот что надо понимать. Ну, кстати, и Гамбиты очень жестко атаковали в первой половине на Кобле. Там под конец шведы только огрызнули. Сейчас похожая ситуация. Вот уже 9-2, так как Cloud9 пока не контрится. Ну и полторы тысячи говорят нам, что все плохо для оптик. И они еще и закупаются при этом. Ну все, форсбай за форсбаем. Уже, наверное, вплоть до 15-го раунда нас с вами ожидает. А у Cloud9 по-прежнему 10 плюс тысяч на руках. Да, с экономикой Cloud9 не испытывали вообще никаких проблем по ходу этого противостояния. Да как и с соперником, собственно говоря, тоже. Оптик выиграли два раунда, но понимаете, что если бы они ни одного не выиграли, было бы совсем плохо. Что ж, Свэк решил играть на АВП. Интересно. Ну так вот открылся, его заперли смачком, ушел обратно. Ну и здесь интересно. От игрыша Траша, флешка на шрауду, тот уходит, его пытается как-то прикрыть брак, но тоже промахивается. Хотя в свете такого движа поднимают оптик, что дальше дорога им заказана. И убегают обратно. Несмотря на то, что заруба была 3-3 в какой-то момент, никто не погиб. Вот это поворот. Очень жестко разыграли оптик, нанесли гигантское количество дэмэджа. При этом умудрились, еще не потеряв ни одного игрока, вернуться под B-Plant. Ну а что касается Cloud9, видимо, это будет аркада под флешку. Вот так просто и незамысловато. Да, на 4 ствола придется выходить. Это, конечно, не самое приятное. Ну что же, потихоньку подходит Сьюи. У него за спиной оптиматик, ждут ошибки. Коктейль Молотова заставляет смещаться Джейсон, а вот он первый минус. А вот и второй, ну дальше, наверное, третий. А, пули заканчиваются! А вот это вопрос уже более интересный. Что же там испанец оформит? Все-таки третий раунд для команды оптик. Ах, нет, Бракс отстреливает на флая вновь большинство, хотя по хп по-прежнему беда и у тех, и у других. Очень жестко пытался на флая разыграть. Думал, что Cloud9 будут убегать, и он выйдет в спину, даст этот минус. Но не так все хорошо. О, хорошо Тарик зачитал! Вот это было хорошо! Нас он-то шел секунд 30, наверное, на шифтах через полкарты, чтобы зайти соперником в тыл. И тут Тарик просто такой уже в прицеле пытается предотвратить установку бомбы! Миксвелл не получается сделать этого, но уже после ее установки с двух сторон, зажав своих соперников, оптик победоносно выбивает установленную бомбу и выигрывает раунд, имея сколько там, тысяч семь, наверное, на закуп всей командой. Да, при этом, действуя грамотно в плане тактики, им удалось все-таки отвоевать еще немного пространства для себя. Отметим, наверное, курьезный момент все-таки у Стюи и его Калаша. Будь там на пару пуль больше в обойме, наверное, бы раунд закончился по-другому. Да на одну Миксвелл красный был. Вот одной, одной просто пули не хватило. Со спреем-то все в порядке. Со спреем-контролем я имею в виду. А вот с пулями нет, больше 30 их никак не натренируешь. Ну, от этого просто никуда не деться. Такой вот форс-мажор, который произошел. И вот теперь, если оптик возьмут четвертый, пятый, все уже не так плохо, согласитесь. Перспективы были совсем иные. То есть оптик должны были там проигрывать раунд с закупом на полторы тысячи. И потом денег у них бы все равно не было. По две бы осталось. По две бы, да. То есть это на самом деле был важнейший момент для оптик. И теперь, ну не то чтобы прям вернуться в игру, но 10-5, 9-6. Почему нет? Шансы имеются. Теперь вопрос в реализации девайсов. Потому что если пистолетом Cloud9 отдались, то против как раз-таки эмочек им будет покомфортнее. Неплохие молотовые. Раш остается зажатым, но каким-то чудом делает хедшот. Еще и второй красный. Лол. Вот это раш. Ну, со стрельбой у него вообще никаких проблем нет. Это уж, да. Ну и Стьюи повесил не менее хороший и важный в этой ситуации хедшот. Он, по сути, это спас свою жизнь. Посмотрите, 7 хп. На волосок от смерти был этот парень. Куда же у нас пробрался Насанг? Снова пытается в тылы заходить. Но теперь, конечно, тайминг использует Инея, перекрывает Миксвелла. А как это вообще произошло? Ну, там Насанг, интересно, Смоук использовал. Который лежал на воротах. Он сквозь него пробрался. И попал, по всей видимости, в мертвую зону снайперского прицела Миксвелла. Ну и теперь по бороде получает сам капитан новоиспеченной команды Оптик. Ну и вот так вот бесславно заканчивается этот девайсный раунд для Оптик. Выиграть раунд в один скаут и четыре Юспа как бы смогли. А вот сделать что-то другое. Ну, не в четыре Юспа, а в четыре пистолета. А посмотреть в яму не смогли. По итогу лишились экономики уже окончательно. Оптик, то есть до конца первой половины, мы не увидим. Полноценного девайсного раунда в их исполнении. Ну, а Cloud9 молодцы. Подметим все-таки индивидуальные действия Нассинга. Убил двоих на, позвал тиммейтов. Ну и вот она уже десятка для Cloud9. Здорово. На флай, конечно, засейвит эту SG-шку. Но девайс не самый такой оптимальный. Да, это на самом деле двойная тактика. Если подумать, еще вот в 14-м мне приходили подобные мысли. Ты берешь SG. И мало того, что ты, тренируясь этим оружием, можешь действительно многого достичь и добиться, да, для своей команды какого-то результата. Потому что стрелять-то с ней не очень сложно, если научиться. С другой, если твой соперник ее подбирает, она в его руках бесполезной становится. Потому что он-то не тренировался. И зажимать с ней просто не получится. Нужно как-то использовать прицелы. И вы понимаете, что рефлекторно многие просто к этому не готовы. А значит, какой-то дополнительный смысл, наверное, в этом есть. Ну, Пиев, бывший игрок, команда NAP, говорил в интервью, что будь у него побольше времени, он бы с SG обязательно тренировался играть. Magic's Boy тоже покупает частенько SG-шку. Вроде бы девайс используется, но, опять-таки, в сравнении с Калашом, с той же М-кой, не настолько эффективен. Ну, по крайней мере, на данном этапе, все мы знаем, там, эти бешеные воды Негива за 2000 долларов. Тут непонятно вообще, что мы увидим, допустим, через год на соревновательной сцене. Кстати, а были Негивы за сегодня? Ни одного. Ай-яй-яй, что за безобразие? Это же CS Summit, где револьверы, Негивы? Эх. Веселье есть веселье, а 150 тысяч есть 150 тысяч, решили парни. Ну, вот не поспорить. Хотя, с другой стороны, все-таки 2000 долларов за 150 патронов и как бы даже неплохой зажим, который, наверное, можно как-то научиться оформлять. Ну, опять-таки, мы знаем, некоторые турниры уже запретили этот Негив. Возможно, команды между собой договорились просто не покупать. Такое тоже возможно. Все находятся в одном загородном доме. В принципе, там проблем как-то договориться нет. Ну, что, Стьюи компания, все здорово, АВИК СГшка, Н3 килл даже поступает. Ну, простейший, по-моему, сейчас минус для Стьюи был. Посмотрите, он пострадал ровно на 19 хп. При этом открылся, сделал свой фраг, затем должен был быть размен от Миксвелла. Но вот снова ему не везет по Стьюи. Он попал, наверное, дважды, и все равно с 30-кой Стьюи дает второй килл. Затем они рокируются с Насингом позициями. Джордан Гилберт первый идет из бокового. В общем, скаут на Б, потенциально Клоуд Найн могут даже и развернуться. Да, бомба, как мы видим, все еще находится в районе Б плента. До последнего Насинг не занимал точку А, на флайхелпующий пришел на помощь к Рашу. А помощь, по идее, не требовалась. Но пошел в аркаду Аутиматик. Что-то каждый сам за себя пошел. Хорошо, давай второй. Нет, здесь нужно было, наверное, сначала войти в прицел, а потом выйти. Ну, ничего не поделаешь, при этом до конца решили Клоуд Найн давить точку А. Понимаю, что здесь просто смысл через полкарты лежать на Б, терять время. Нет, проще перестрелять Рашу, у которого с прейс ЮМП откровенно не зашел. Ну, а Тарик со скаутом. Ну, конечно, это Тарик. Это Тарик, в которого иногда вселяются бесы. Он может совершенно дикие вещи вытворять. Ну, знаете, чудеса бывают не каждый день. 11-3. И, по сути-то, проиграв тот, как мы говорили, важнейший раунд с Юспами, команде Оптик Клоуд Найн ничего не потеряли, кроме одного раунда. Да, очень такая простая получилась схема. Отдают один раунд Клоуд Найн, забирают следующие два. Соответственно, экономика команды Оптик в глубочайшей депрессии. Ну, и вновь какой-то скаут, ЮМПшка, Диглы. Это все здорово. Но не в этом матчапе. Кстати, довольно забавно. Аутематика на аватарке Nothing и наоборот. Тоже вот такой факт. Очень досадно, вообще обидно, что команда Оптик, вот выиграв Елик второго сезона, заняв второе место на ЕЦС, также второго сезона сейчас, потеряв просто капитана, имея, тем не менее, лучших стрелков планеты, из-за отсутствия тактик, из-за полного не могут ничего показать. А у них вообще как-то по нисходящей все пошло на самом деле. Квалифицировались они на мажор, не вышли из группы, и все. И на этом их достижения вообще заканчиваются. По-моему, в этом году они куда не ездили, везде ничего не показывали. И в Катовице не вышли из группы, и в Лас-Вегасе на Дримхаке не вышли из группы. Ну, и вот тут нет групп, поэтому непонятно. Возможно, там первый тур не пройдут, что-то в этом роде. Оп, а вот это уже интересно. Ну, с Тьюни получилось забрать Миксвелла, который шел на агрессию в боковом. Автематик также рисковал на этом выпаде, но после фрага по Миксвеллу под раздачу попал на флай. При этом как раз второй хэдшот, в отличие от первого, в исполнении Автематика был, ну, просто фантастическим. Так, наверное, прострел от Тарика. Но снова один в два. Да, даже вот с учетом того, что Тарик может свопнуть девайс, что в его ситуации сомнительно. Все-таки армора нет. Да, все-таки действительно без армора со скаутом можно действовать очень мобильно, прыгать, пытаться как раз-таки, да, вот так вот выходить. Но старина Бракс, он же Свэг, заканчивает пятнадцатый раунд. Двенадцать три в первой половине. Довольно убедительное начало выступления от Клоуд Найн. Так, сейчас на секунду даже хотел после Старладера на двухминутную паузу. Форс дроп, две минуты паузы. Да, но ничего такого не будет. Что же сказать? Ничего, ничего откровенно оптик показать команде Клоуд Найн не могут. Вот просто, при этом статистика примерно у всех, вот одна это аж девять, восемь, пять, четыре. Ну вот, Раш на последнем месте для него не характерно. Обычно показывает хорошую игру. Но здесь вот как ты ее покажешь? Ее нет никакой игры. Нет ничего, просто какие-то позиции. И потом Клоуд Найн выходят, их разносят, выигрывают раунды. Вот так. Тем более, когда у Стюи двадцать четыре фрага. Действительно индивидуально перестреливает он, наверное, абсолютно любого. Игрока команды оптик на данном этапе. Ну, а оптик, наверное, хорошо, что никто уж сильно не выделяется в отрицательном плане. Там с нулем фрагов не сидит. Это тоже неплохо. Вторая половина прямо сейчас. Если хотят комбэчить оптик и не думают уже о Мираже, то нужно брать пистолетный. Ну, как же ж тут. Глядя на счет, двенадцать три, не думать-то о Мираже. Ну, ладно, посмотрим. Первая половина все-таки задалась у команды Клоуд Найн. Пистолетку они разыгрывали медленно. И сейчас оптик делают примерно то же. Хотя, наверное, сплетания обеспечивать не будут. Свэк собрал информацию неплохо. Как минимум одного игрока в дверях увидел. А то и двоих. Попытаются, наверное, фейкануть сейчас оптик. Как раз-таки игрок с дымом и флешкой под ямой. Это Джейсон. Вот они прокиды. Вот он. Ой-ой-ой. Только на руку. По-моему, автоматику это дым. Все, похороны. Вдвоем в курятнике. Тут прям и в первой пистолетке, и во второй. Клоуд Найн слишком хороши. Настолько без шансов, что как-то прокомментировать это... Ну, подождем немного, выйдем потом. Ну, хорошо, выйдем. 13-3. Форсбай может спасти команду Optic Gaming. Сколько этих форсбаев уже было в первой половине? Один, по-моему, только получилось реализовать. Ну, может, сейчас тэками. Правда, ни одной флешки тоже такой момент интересный. Придется мясом бежать в одну из точек. Так, что, может, какой-то боковой выбрали Optic? Может, решили, что туда проще всего будет пройти. Вряд ли на втором раунде там можно увидеть какие-то молотовые. Хотя мы видим у команды Клоуд Найн их целых три. Но, к счастью, автоматика его нет. Просто смачок. Через этот смачок он смог принять одного игрока, надамажить еще двух. В принципе, неплохо. Брак в состоянии доделать работу своего тиммейта, который действительно сделал ее немало. Чтобы этого избежать, Optic просто разворачиваются и уходят на свою сторону центра карты. Есть один Юмп. Попадает он в руки к мистеру Рашу. Ну и выждав, судя по всему, нужный тайминг, Optic по инфе Куры пойдут под Б. На флайе как-то нормально. Сторожит, охраняет. Друг друга охраняют. Ладно, что-то делать все-таки придется. Optic. Видим, что он занимает дропрум. И какой интересный отношен Гомолотов. Едва ли не под ноги своим соперникам, которые, казалось бы, уже собирались туда выходить. Два ХП у Джейсона после этой ХАЕшки. Прочитано. Вот на этом этапе Optic должны понять, что их перетяжка прочитана. Их карта крыта, козырей нет. Все, нужно только мясом. Ну вот ты правильно сказал. Нет никаких гранат, нужно давить мясом. И, по-моему, как раз по этой возможности Optic лишились, избрав для себя такой вот медленный стиль. Но давайте посмотрим. Все же 2 в 2. И мясом как раз-таки давят. Да, вот он Раш, который оформляет уже трипл-килл. Вот он и Свэк, который 1-2 остается. И 20 секунд у соперника. То, что реально может его спасти. Флэшка в глаза. Свэк не ведется. Прячется за камнем. Понимает соперников. Плэнт пропускать нельзя. Но на флайу пройти туда все-таки удалось. Красным остался Раш. Бракс пытается предотвратить установку бомбы. Но в никуда. В никуда усилие этого вновь. Восставшего из пепла Акифеникс игрока. 13-4. И, ну, на очень тоненьком. Единственное, что реально помогло Оптик. Как мне кажется, это вот ближние позиции в дропруме. Это ближние позиции при игре против Лонга. Ну, мы помним, да? Вот игрок за кубом, которого задавили мясом. Не будь этого всего. Сохраняй игроки команды Cloud9 дистанцию. Ну, вряд ли. Мы помним количество хп. Оптик. Но все получилось. Потом их позднюю перетяжку. Да, но все получилось. И они молодцы. Парный выпад Настюи зарешал по итогу под кубом. Команда Оптик вновь дарит своим фанатам. И нам с вами все-таки какую-то надежду на камбэк. На то, что вернется интрига. На карту Cobblestone. Ну, и Cloud9 своей форсированной закупкой только подтверждают это. На самом-то деле против Калашей, Юмпо, все эти деглы. Ну, не знаю. Может, слишком уж на свою стрельбу рассчитывает Cloud9. А что ты рассчитывал? Эко увидеть. Ну, какой эко? Ну, ты что? После такого-то слива на фарсе делать два эко. Это же так. Еще, знаешь, счет 13-4. Слабаками же назовут. Никто так не делает. На характер. Ой-ой-ой. На характер отдался. Аутиматик на флай. Буквально первой пулей его вырубает. Ну, что брак с ЦЗшкой. Ну, и вот все. Посмотрите на радар. После этого фрага оптик тут же вот решили, что нужно давить точку, отталкиваться от этого энтри-фрага. Не разыгрывая там ничего медленного. Потратили сразу два молотова на пристройку. Вот это повороты. Точно решили, что там кто-то есть. Ну, и одновременно с этим предотвратили возможное укрепление точки А. Которая в некотором смысле имела место быть. На бочках спрятался Свэг, который таки свой минус нашел. А вот и Шраут минус по рашу. Все еще 3 в 3. Все еще равная ситуация. Но загулял немного мистер Шраут. Последний выживший Стюи пытается отстрелить Яму пока что безрезультатно. Тарик выходит и его зарезали. Вот это за Аркадил, Тарик думает. Вот это работа. Вот это Стюи. Это же спугать еще как надо соперника. Представь, ты играешь против чемпиона Елик. Попадаешь по нему просто скаутом. Сносишь половину. И все. Вот спрея как будто и нет. Вот вокруг модельки у тебя. И получается порезать. Это интересно. 13-5. Стюи такой лул. Лул, Тарик. Что ты творишь? Ну что, это 3000 на руках у Стюи. Соответственно, после этого экономического мы, возможно, увидим какое-нибудь АВП. В руках команды Cloud9. Ну а оптик что? Побегут фармить. Кстати, Джейсон на МАК-10. Капитан будет бежать. На флай вообще на ТЕК-9. Что-то не менее интересно. По-моему, у Стюи... Ну, тут все было понятно с самого начала. Просто открылся фомер. В общем, Майкл он и в Африке. ЭКО. Ну, последнего так эпично забрали. Прямо таких АЕшкой под ноги. Ну, 13-6. 7 раундов преимущества. Более чем достаточно. У Cloud9 все комфортно. Ну, вот как мы и до этого говорили. Кобблстоун это карта атаки. Особенно в последнее время. А значит, расслабляться команде Cloud9 не стоит. Будет довольно забавно, если Стюи из этого АВИКа сейчас потащит команду Cloud9. И Тарик, отдав полторы тысячи позапрошлом раунде, окажет медвежью услугу своим тиммейтам. Стюи у нас где? Под Б. Ну, к счастью, к счастью, оптик идут в район точки А. Тут у нас Бракс и Аутимати. Кстати, как раз в атаке должен проявиться талант Джейсон Эра как капитана. Ну, все-таки защита, она более дефолтная и выстраивается, насколько мы можем судить, до самой игры. А вот атака. Как раз таки то, что во многом зависит от действий координатора команды. Ну, пока все получается. Что ж, минута восемнадцать, семнадцать, Тарик готовит суперсмоук на коннектор, по всей видимости. Прилетает дымовая шашечка, четыре игрока в яме, отвечает Cloud9 укрепленным рукавом. Ну и МАК-10 тут, по-моему, не к месту. Хотя, все, дым, никто вообще никуда не пошел. Так, Шраут, ну, все-таки пропустил первого игрока, хотя Молотов реально отыграл хорошо. Бракса принимают, тот, ну, вообще решил открываться через дым, при этом один. Джейсона и близко рядом не было, как их тиммейт с другой стороны. В общем, эта смерть не имела никакого смысла, на наш взгляд. Ну и бомба стоит. Походу, можно расходиться, говорит сейчас капитан команды Cloud9. Возможно, Стюи пикнет кого-нибудь, но как-то ретейк тут не выглядит жизнеспособным. Гранат мало. То есть, ну, вообще никак. Раш принимает автоматику, с 11 хп остается. Да, это уже такой прям колокольный звон для Cloud9. Нужно уходить, убегать обратно. И ведь не факт, что оптик дадут. Все девайсы засейвить. Пошли все-таки в контрагрессию, стали давить. Вот это как раз-таки результат слишком медленного принятия решения сразу. Если ты понимаешь, ну, сразу, да, что у нас ситуация в меньшинстве, нужно на сейв уходить. Тогда обычно все получается. А здесь посидели, дождали смерти одного, затем догнали остальных. И только у Стюи, слава богу, для команды Cloud9 получилось сохранить свое АВП. Тридцатка. У Стюи уже 30 фрагов к 21-му раунду. Тройное КД. Какие-то вообще фантастические цифры на самом-то деле. Демонстрирует этот игрок. Но даже с учетом Стюи, оптик великолепные шансы продолжать камбэк. Экономика оставляет желать лучшего. Пистолеты засейлены Мавиком от Дэфа. Ну и крепление Б. Что ж, оптик, оптик, оптик. Неплохое начало второй половины. Сейчас же Cloud9 действительно имеет не самую лучшую экономику. Ну, вчетвером, вот, совершенно обычно для ранних таймингов. Таймингов на Cobblestone становятся в Б. Ну и не придумав ничего нового, оптик пушат, пушат. А давят его на стрельбу, на мясо. Получается забрать и Свега, и Нассинга. Ну и АВИК Стюи не мог здесь заролять. Близко его не было к точке А. Оптик комбинирует свои раунды. Тоже показывают они каждый раз одно и то же. Две-три тактики. Все-таки подстраиваются под ситуацию. Да, оптик видно, что расстреливаются, раскачиваются. По ходу даже первой карты выходят на восьмой раунд. Игроки атаки. Ну а Cloud9 только лишь к следующему. Смогут более-менее закупиться. И то нужно что-то где-то менять. Потому что стандартный дефенс тут не совсем к месту будет. Стюи. Мудряется и в такой ситуации найти минус. Но правда в спине Тарик. Опа. Подловил. Так, ну и шраут. Здесь ему и сейвить-то особенно нечего. Конечно же Тарик разносит. Ну, Cloud9 до момента второго девайсного половины. Не будут делать что-то. Ну, не будут брать чего-то вроде тактической паузы. Аук! Шраут! Ну это уж совсем какая-то дичь. Вот почему закуп СГ в первой половине можно объяснить логически. Это 3000 долларов. Это ваншоты на любой дистанции. Это прицел. Черт возьми. Но Аук, помимо того, что стоит дороже, нежели М4, неважно, сайленсер или обычная, то есть 3300, в голову также не ваншотит. Спрей чудовищно неконтролируемый. Ну и вот вопрос, Шраут. Это что, шутка? Или ты действительно сидел, тренировался? Нет, дело в том, что не первый подобный прецедент. На Клужно-Поке в 15-м году Нео тоже пробовал бегать. На Клужно-Поке, на мажоре. Но помню я в его исполнении один минус, по-моему, за все время. Всего Девайса. Статистика очень печальная на самом деле. Ну, поглядим Шраут в районе дропрума. Как раз-таки под Б-Пленд атакуют игроки Оптик. Тут, как мы видим, есть АВИК. Так, опачки, Микс Волна ходит вообще на морозе в смоках Стюи. Nothing. Отличное выбивание бомбы в виде второго. На флай грызается. Где же АУК? Так, а вот работа от на флая была важна. СВЭК перетягивается с АВП. Нужно забрать на флая. Но почему-то этого СВЭК не делает. Шраут настреливает все-таки тейпингом. Находит голову на флая. Но один в два остается мистер СВЭК. Более чем достаточно для времени на установку бомбы. Но Джейсон не очень удобно для себя. Открылся под прицелом СВЭКа. И снова один в один ситуация. Промах от молодого американца. Микс Волна тут же уходит в оборону. Но контр-выпад. И, наконец-то, СВЭК, по-моему, только третий клач в его исполнении, зашел. Наконец-таки. Точнее, клач-ситуация. Только третью он выиграл. Bombed has been defused. Ну, откровенно, странно. Оптик отыграли. Вот один в два против СВЭКа. Просто по одному, можно сказать. Забыли. Забыли, что там батя. По другую сторону баррикад сидит. Великолепные два фрага. Действительно, потащил-таки. Мистер Брэкстон Пирс. Вот чем, наверное, вызван все-таки такой никнейм. Как Адам Фрайберг. Он же Фрайберг. Так и Брэкстон Пирс. Он же Брэкс. Ну, а может быть просто такое совпадение. Самое невероятное у всех. Отличная догадка. Да не, пацаны, какой Брэкстон. Слово с пацанами, да, какое-то придумали. Ну, 14.8. Что тут сказать. Много денег у Optic. Это позволяет им сейчас заиметь бай даже лучше, чем у Клоудов, которые прошлый раунд выиграли. Ну, то есть выглядит бай получше в плане девайсов. А значит, Клоуд 9. Ну, они не выиграли еще 15. То есть здесь камбэк по-прежнему вполне реален. Optic достигли результата последнего Кобблстоуна. 8 раундов есть. Теперь нужно улучшить свой собственный показатель. Этой команде направляется атака вновь под Б-плэнд. Есть куча флэш и куча смоков. Нужно просто под них открыться. Клоуд 9, кстати, с UMP-шками находятся под Б, по-моему. Да, все 3 UMP-шки под Б. Очень так необычно это выглядит. Абик и Кольт на А вдвоем и 3 UMP-шки на Б. Ну, удачи парням, что ли. Ну, пока это выглядит как на руку Optic. В любом случае. Может быть, готовили Клоуд 9 как раз. Готовились точнее к тому, что на Optic будут разыгрывать раунд, как в одном из предыдущих. Но ничего подобного. Что с использованием дроп-рума? Пойдут сплит-пушить на позднем тайминге. Какой-то SuperMind Games. Абсолютно весь прокид использовали террористы. Ну и что, Тарик кэнтри-фраг должен давать? Там уже прыгает, чекает нычку. Затем прифайр на второго. Он залетает в паре с нафлайм. Автиматик, Шрауд. Снова Автиматик. Есть, кстати, равный размен для Миксвелла. Это было важно. 13-12. Но бомба потеряна. Да, ее подбирают. Нужно ставить. Последние секунды раунда под номером 23. И вот он Плэнд. Миксвелл. Его АВП может выручить команду Optic. Во второй раз. Может быть и нет. Сейчас и Optic сидят по позициям. То есть нет такого вальяжного открытия, как в предыдущем раунде, что Optic проиграли. А значит вынуждены вот так вот продвигаться осторожно с трейфами игроки Клаудов. Миксвелла на выстрел все-таки разводят. Он промахивается. Этим никак воспользоваться не получилось. 15-14 секунд. Миксвелл отстреливает Шрауда. Ну и в легкую раш уже прифайром справляется со свэгом. Ну вот. Никакого тремора. Никаких опрометчивых действий. И в легкую ситуация 2 в 2 разруливается при установленной бомбе. При этом экономика Клауд 9 опять-таки переворачивается. И весьма серьезно. 32 фрага. Ну такой вот контраст против Шрауда, у которого 8. Да. Даже АУК не помог Шрауду. Клауд 9, кстати, продолжает закупаться. Возможно, мы увидим какой-то стак из 5 игроков сейчас. Но нет. 3 плюс 2. Двойка в яме. Тройка под B. Optic оставляет одного на респе. Это на флай с SG. И вновь появляется этот магический девайс у нас на Коблстоуне. Ну и Optic. Могут даже перевернуть, в принципе, эту карту. Как-то разыгрались, видно. Ну опять вот атака. Даже наши зрители в первой половине, да, несмотря на откровенно провальный дефенс, отмечали, что Optic там одна из лучших атак в мире. И не стоит особо волноваться. Ну, наверное, так и есть. Да, пул раунда в первой половине Клауд 9 все-таки слишком обширно для себя отжали. Поэтому здесь сильно шансы на камбэк омрачаются. Но они до сих пор реально... То есть сам вот по себе разрыв. Плюс проигранная в кламп пистолетка. Все это как снежный ком. Вот так вот собирается и не позволяет дать там какой-то камбэк сразу. Вот даже сейчас, в случае выигрыша, 4 раунда преимущества останется у Клауд 9. И снова-таки мы увидим и те самые АВП. Может быть, даже 2. И тот Аука Шрауда. Он такие вот сделал, поэтому менять его особого смысла, наверное, нет. Жестко по пульке. Стрелял Шрауд и на самом деле даже неплохо попал. Ну что же, душат. Душат оптик. Показывают довольно-таки вязкую игру в раунде под номером 24. Но финалка будет под точкой А. Кстати, она прочитана. Стюй уже в спине. 4 игрока под плентом. Ой-ой-ой. Вот это сюрпризы. И пятый это еще в спине. Посмотрите, это Стюйт окей. Free Fire. Но здесь должны мясом работать игроки команды Клауд 9. Зачем-то отворачиваются. Автиматик даже это не спасает. А вот он и Стюйт в спине. Будет бать внимание на себя. Оптик понимает, что попались в мышеловку. Спасений из которой нет. Но слишком поздно это осознание к ним пришло. 15-9. Да, нужно собирать какую-то информацию, наверное, перед выходом. Что-то холдили-холдили. А какой толк вообще от этого холда? Непонятно вообще. Вот он, поражим спины. Вот она инфа. Наступили в этот медвежий капкан сейчас игроки команды Оптик. Ставят, конечно, паузу. Возможно, там нужно что-то обсудить. Выдохнуть, успокоить мошну. Кто там вообще спину должен был закрывать. Ну, скорее, вот при такой ситуации нет смысла паузу не брать. У тебя самый важный 15-й раунд. Это важно само по себе все же. И у тебя есть пауза, которую можно использовать. И экономический раунд соперника, который ты только что проиграл. Почему бы не взять, что-то обсудить пока? Ну, конечно, вот статистика. Два первых игрока по статистике у команды Оптик. На Флай и Раш. На двоих. Имеют меньше убийств, чем у одного с Тьюи Тукея. Слишком силен, Стюи. Слишком силен. Нужно фиксить, Стюи. Действительно, 34 фрага это очень много. Очень. Даже, наверное, слишком. Есть закуп. Оптик. Сюмпишка. СГ и тремя калашами. Кстати, у Клауд Найн тоже далеко не все здорово. Получился у нас зеркальный закуп. Только вот АВП. АВП у Бракса. Которая дает энтрекилл. И, наконец, эффективен. Вот во второй половине по последним раундам нет к нему вообще никаких вопросов. То есть, да, в атаке вот он там не мог мелькать. Мы отмечали, что на предпоследнем месте он с тремя фрагами шел. Там и АВКов особо не было. Ну и так с калаша не шло. Сейчас все более и более комфортно он себя ощущает. Пример положительный подает Истьюй, который как бы показывает. Вот смотри, у меня тридцатка против Оптик есть. Где твоя? Где твой тридцат? Не просто так мы тебя вместо Скадудла взяли. Ну, все это, конечно, такое. Смотрим за Шраудом и его попыткой попасть по голове соперника. Неплохо это было, но все мимо кассы. Близко, но без фрага. Действительно, в очередной раз Оптик такое чувство, что прочитаны. Хотя этот выход без бомбы. Что-то Джейсон там очень жестко мутит воду, по-моему. Запустили Тариком троп. Работает головная ЭВМ. Вот просчитывают разные ходы и возможности бомбы вообще сейчас на яме. А точки, есть ли там АВИК? Да, кстати, есть СВЭК, который, ну и посматривает, ну, правда, на боковой. Но как раз-таки наличие снайпера само по себе в точке это хорошо. Шрауд, ого, попадает переводом спрея. С СГ-553 еще и по рашу, которого по итогу должен был забрать. Но секундный рассинхрон по таймингам и раш находит возможность дать размен. А вот и ССГ, который он закупил. Вот это креативный раунд. 20 секунд до конца. Ребята в коннекторе выпрыгивают из девятки. На, ставится бомба. И это получается. Так что я не забрал-то сейчас на флайе. Ай-яй-яй. Заходил все-таки в левый фланг. Ну да ладно. Один в один и Насан вряд ли такое даст в виде Джейсона Эра. И количество ХП здесь зарешало. Будь, наверное, по сотке у того и другого Джейсон перестрелку бы выиграл. Но сам новоиспеченный капитан команды Оптик был рядовым. По итогу 16-9. С таким счетом заканчивается первая карта. Пик команды Клауд Найн. Которые, в принципе, показали достойную игру. На один раунд больше взяли, чем в прошлый раз. У своих оппонентов был неплохой шанс на камбэк. Но не дотащили. Оптик, будем надеяться, соберутся уже к своему пику. К карте Мираж. Не сказать, что она неудобна для Клауд Найн. Но все-таки, исходя из каких-то соображений, Оптик выбрали именно Мираж. Ну, для Клауд Найн это хороший выбор. То есть, скажем так, они бы эту карту, наверное, и не убирали. То есть, забанили бы какую-нибудь другую. Но посмотрим. Все же Оптик показали нам атаку. На карте Декублстоун. Показали, что пусть там счет 9, 6, 10, 5 по первой половине. Может, что-то и получилось бы. Но, как бы там ни было, на эти вопросы нам ответит уже вторая карта. Декублстоун. С которой мы вернемся очень скоро. E-Gaming Bets. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай. Экспресс-сценаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и банды команды. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. EGP.com. Ты точно знаешь, кто победит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА